Добрый день! Вашему вниманию представляется доклад на тему хирургическое лечение меланомы кожи. Как правило, предварительный клинический диагноз меланома кожи устанавливается на основании клинического осмотра с дерматоскопией. И, как правило, используется правило АБЦД. Оценивается асимметрия новообразования, контур, цвет и диаметр. При подозрении на меланому, как правило, одна из половинок новообразования не соответствует другой. Границы родинки являются рваными или имеют неправильную форму. И цвет родинки не является равномерным. И диаметр, как правило, больше 5 мм. Но в любом случае оценивается не один фактор, а совокупность факторов. При дерматоскопии также оценивается асимметрия границы, цвет и структура. И тоже в совокупности выставляется предварительный диагноз. На слайде представлены факторы, появление одного из которых должно явиться показанием для обращения к врачу. Если есть какое-то наобразование, и на поверхности его начинают происходить изменения, появляется шелушение, глянцевость, появляются какие-то эрозии, мокнутие, появляется горизонтальный, вертикальный рост. И вообще любые происходят изменения, которые вызывают вопрос, в том числе зуд и жжение, это повод обратиться к врачу. Хирургическое лечение первичной меланомы заключается в истечении обхода с пластикой дефекта. Пластика дефекта может выполняться как местными тканями, так и свободным кожным лоскутом и перемещенным кожно-мышечным лоскутом. Также при меланоме выполняется биопсия сигнальных лимфоузлов, возможно удаление регионарных лимфатических узлов и изолированная регионарно-гипертермическая перфузия. Стандартом лечения первичной меланомы кожи является истечение опухоли, которое заключается в удалении кожного лоскута, подкожно-жировой клетчатки до мышечной фасции, то есть в едином блоке. Отступы от края образования при меланоме инситу 0,5 см, при толщине по брыслу до 2 мм 1 см и более 2 мм 2 см. Проведено исследование, по результату которых доказано, что отступ более 2 см не увеличивает общую безрецидивную и общую выживаемость пациентов. Поэтому отступать более 2 см от края образования нецелесообразно. Тут же встает вопрос, как узнать толщину опухоли, не удаляя это образование. Можно пойти двумя вариантами. Либо первый вариант это сразу иссечь образования, отступя 2 см от края. Но данный случай возможен, если предполагается отсутствие выраженного косметического эффекта и отсутствие функционального нарушения. В случае же, когда предполагается функциональное нарушение, либо выраженный косметический дефект, то предварительно, конечно, диагноз должен быть верифицирован. Как может быть верифицирован диагноз? Путем биопсии применяется экцизионная биопсия, то есть отступя 2-3 мм от края образования, делается полнослойное иссечение до подкожно-жировой клетчатки. Выполняется экцизионная, то есть часть образования, шейль биопсия, это поверхность, и панч биопсия тоже полнослойная. Но наиболее целесообразным и предпочтительным методом, естественно, является экцизионная биопсия, которая позволяет удалить все образование на всю толщу. То есть по результату гистологического исследования мы получим точную толщину не в каком-то участке, а в наибольшем участке. Указано, что расширять края не обязательно. И сейчас также является стандартным это биопсия сигнальных лимфоузлов. Биопсия сигнальных лимфоузлов проводится при толщине образования по брызлу более 0,75 мм. В чем же заключается суть биопсии сигнальных лимфоузлов? В зону образования вводится радиоактивный изотоп, либо если образование еще не удалено, то вокруг, если образование удалено, то в зону послепарационного рубца. В течение 12 часов при помощи АФКТ производится оценка накопления радиофарм препарата в лимфоузлах. И затем в течение 24 часов, если выявлено накопление в лимфоузлах, то выполняется биопсия лимфоузла поштучно при помощи гамма-датчика, который выявляет накопление в лимфоузлах. В случае, если у пациента есть клинические и инструментальное подтверждение, что есть изменения в лимфатических узлах, то биопсия лимфоузлов не проводится. Выполняется удаление всей клетчатки с лимфоузлами зоны региона. Также опцией является изолированная регионарно-гипертемическая хиперфузия, но она выполняется при местно распространенных заболеваниях, когда имеют место несколько очагов конечности, и они либо неудалимы, либо могут привести к функциональным нарушениям. Суть метода заключается, изолируется конечность, выполняется катетеризация, и химиопрепарат циркулирует по сосудистому руслу. И стоит отметить, что выполнение любого лечения по поводу меланомы должно осуществляться в специализированном онкологическом учреждении, и в том числе биопсии. Спасибо за внимание. Продолжение следует...